Расскажите, пожалуйста, как осуществляете содержание данной детской игровой площадки? На безопасную и подходящую для детских игр эта площадка на Горького-Шимановского не тянет. Ее обустроили больше 10 лет назад. Состояние качели и песочницы обеспокоили местных. Они пожаловались в прокуратуру. Ведомство назначило рандеву с представителем управляйки. Именно УК должна следить за имуществом дома. Начальник участка рассказала, что поддерживать площадку компания старается. Производим ремонт детских конструкций. Где-то необходимо закрепить, где-то необходимо поменять какой-то элемент. То есть стараемся поддерживать в удовлетворительном состоянии. Уборка детских площадок у нас происходит в ежедневном режиме. Да, имеются субботники, к нам обращаются собственники. Мы совместно организовываем субботники, предоставляем инвентарь для уборки. Требуется краска, предоставляем краску. Первое, о чем помощник прокурора города попросил, убрать автомобильные покрышки с торчащими из них шипами. Дети, заигравшись, могут пораниться. Также управляйки поручили закрепить деревянную машинку и засыпать металлическую опору качели. Представитель УК заверила, сделают в ближайшие дни. Летом и вовсе территория уйдет на капремонт в рамках программы «Тысяча дворов». Встречались с вами в прошлом году. В сентябре месяце проводили проверку содержания детской дворовой площадки. Расскажите, что было вами сделано. На эту площадку в микрорайоне «Солнечный» тоже пожаловались местные. В прошлом году прокуратура вынесла УК представление. Мера подействовала. Лавочки отремонтировали, качели обновили. Произвели покраску, замену деревянных покрытий. Подтянули, смазали движущиеся детали, заменили кое-где подшипники. И установили информационные таблички с возрастными ограничениями. И это не единственные дворы, где побывали прокуроры. В прошлом году благовещенцы жаловались на управляйки за ненадлежащее содержание площадок десятки раз. Сотрудники надзорного органа выявили по обращениям четыре десятка нарушений. В случае несвоевременного устранения нарушений прокурор вправе возбудить дело об административной ответственности в отношении руководителя управляющей компании по статье 17.7. Неисполнение законных требований прокурора, а также обязать управляющую компанию устранить данные нарушения через суд. За невнимательность и игнорирование решений прокуратуры УК рискуют заплатить до 350 тысяч рублей. Но беспокоить больше должно даже не это, а безопасность малышей.